Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видео я хотел бы с вами поделиться мнением об бета-тесте Halo Infinite. Да, во второй раз мне все-таки удалось попасть на этот тест, надо было до 13 сентября кинуть заявку на сайте Halo, после получить сообщение по почте и после этого в приложении Xbox Insider скачать тот самый компаньон. Мне VLS писал кучу народа насчет того, почему им не пришел ключ и так далее, но в этом случае я вам все-таки советую чаще заходить на мои стримы и полить инфу в нашей группе ВКонтакте и в Телеграме. Если что, на них ссылочки оставлю в описании, ибо каждому вот так вот писать, ну я считаю, не очень. В общем, сегодня я расскажу свои впечатления, расскажу о нововведениях и как игра ощущается после Halo Guardians, ну и так далее. Перед началом видео ловите промокодик НАКИ на поиске ЖДИ для новых пользователей, с помощью которого вы сможете смотреть мультики, фильмы, сериалы целых 60 дней совершенно бесплатно. Помимо этого вы получите доступ к Яндекс.Музыке и к скидкам сервиса Яндекс. Если что, ссылочку на активацию я оставлю как всегда в закрепленном комментарии под видео и давайте начнем. Начну с того, что я не ярый фанат Halo, с лором знаком не так сильно, не смог осилить в свое время Master Chief Collection и сейчас не могу, но в 2015 году мне все это не мешало полюбить частично Halo Guardians за ее мультиплеер. Да, если что, тогда я просто по всей Москве бегал по магазинам в поисках данной игры, дабы ее опробовать. Все-таки это был один из эксклюзивов Xbox One, который до сих пор остается эксклюзивом данной консоли и в целом мультиплеером Halo Guardians я остался более чем доволен. С Halo Infinite такого как с пятой части у меня не произойдет, поскольку все, что показали меня не особо впечатлило, ну это я сейчас говорю про ролики сюжетки, да и про ролики мультиплеера, но так или иначе у меня было желание опробовать данную игру и признаться я остался более чем доволен. Начну пожалуй с визуала. Несмотря на то, что Halo Infinite казался не таким красивым проектом при первом показе, и многие из нас, в том числе и я, ожидали от него больше чем получилось в итоге, хочу сказать, что вживую она выглядит более чем нормально. В целом просто нормальный графон, но не более. Достаточно хорошо проделана здесь работа над картами, свет и сами текстурки хорошего качества, но вот модельки спартанцев, я надеюсь, что они немножко улучшат, поскольку, как по мне, они все еще выглядят как-то пластмассово, ну наверное так же, как и некоторое оружие. Что касаемо скринов грязи, текстур каких-то стен, ну которые гуляют по сети, это действительно так, но вау эффекта от этого я не получил, поскольку с этим не взаимодействовал, и в бою ты на это вряд ли будешь обращать вообще внимание. На мой взгляд, самое главное, что в общей картинке при игре визуал просто достаточно хорош, вот и все. Но, как говорят фанаты, Halo это не про графон, поэтому поговорим о самом геймплее. Признаться, я был удивлен, что разрабы проделали довольно хорошую работу в плане чувства игры. Да, многие могут не понять столь большой ТТК, броньку и так далее, но я немало времени провел время в Halo Guardians, и для меня это не стало открытием. Столь большой ТТК кому-то понравится, кому-то нет, но, чтобы вы понимали, в больших ситуациях он заставляет играть в команде, или охотиться уже на супер пушки в виде там снайпы или РПГ. В одного зарешать двоих с таким ТТК, выйдя на них лицом к лицу, практически невозможно. Конечно, если они не подбиты заранее, или ты там не подошел со спины, или в случае, если ты не цепанул их гранатами. Да, если у тебя РПГ, ты и всех четырех можешь положить, но с обычных пушек тупо не реал. Поэтому Halo чувствуется как шутер, в котором не рекомендовано вести бой напролом, и особенно в одиночку. Поскольку, если тебе попадутся двое с двух сторон, то ты просто поляжешь. Самое главное, что я хотел бы выделить при всем этом, так это темп и то самое чувство. Оно тут бодрое и отзывчивое. Ты ощущаешь каждый выстрел, каждый фраг, и ощущаешь это как визуально при помощи эффектов, так и чувством при помощи звука и вибрации. Это действительно классно и приятно. Темп в этой части получился, наверное, еще быстрее, чем в Halo Guardians, и на мой взгляд это плюс, поскольку катки играются быстро и бодро. Ибо в предыдущих частях, именно в третьей, четвертой, мне показалось, что там будто все замедленно. Здесь же все быстро, я бы сказал, ритмично. Что касаемо изменений, то хочу сказать им спасибо за то, что они оставили частично приближенный прицел, и спасибо, что во многих оружиях они убрали тему, в которой этот зум сбрасывался после нанесенного тебе урона. Ну а также спасибо им за то, что теперь броня восстанавливается даже при беге, а не как в Guardians, в который ты должен был восстановиться без принта. В отличие от предыдущих частей, в игре появились и новинки, а именно фишки брони, которые подбираются на карте. Вы, наверное, уже заметили в сети, как многие этому радуются и превозносят это как будто свежий глоток в шутеры. Скажу так, что да, эти фишки разнообразят геймплей Хейла, но не до такой степени, что прям аж ах. И да, чаще всего ты не успеваешь ими воспользоваться или додуматься как бы эффективно их использовать. К примеру, одна из таких фишек щит. Как по мне, он показался мне крайне бесполезным, ибо у тебя уходит время на то, чтобы его поставить это раз, но во-вторых, у меня он пробивался от выстрелов противников на раз-два. И, соответственно, он мало чем меня защищал. Конечно, он может сыграть частично роль в защите или в матче, но, как по мне, он показался не таким эффективным. Вторая штука – это импульс, который помогает откидывать врагов, гранаты и прочие штуки. Штука полезная, очень классные ролики с ней, в которых прыгают за счет нее или даже там откидывают гранаты, но такие вот фишки при игре сделать сложно, поскольку при средней дистанции ты врага не отбросишь. И если ты ее заюзаешь и не так эффективно, ты просто дашь большее количество времени противнику снять себе броню и проиграешь. Единственное поистине полезное предназначение, как по мне, вот это вот импульсы – это отпуливать самих противников за карту. Он бежит на тебя, к примеру, с молотом, ты юзаешь импульс и он улетает. Все. Это весело, классно и даже эффективно. Но, если честно, не всегда применимо, потому что не на каждой карте можно вылететь за нее. Также есть крюк. Он мне понравился больше всех. Очень хорошо придает скорость и можно как и уйти от соперника, так и притянуть, ну а также быстро взять то или иное оружие или просто добраться до него. Прямо с крюка я реально кайфанул. Но проблема всех этих фишек, как по мне, что они опять же разбросаны на карте и за них нужно бороться. И они недоступны у тебя изначально, как в Титанах, при помощи классов. Я прекрасно понимаю, что это сделали для баланса, но временные ограничения и ставят способность изначально, как в Титанах, мне было бы приятнее видеть. Как бы, если у вас другое мнение на этот счет, то напишите об этом в комментариях. Что касаемо оружия, тут я по большему счету не проникся ими. Да, классный звук, разнообразие выстрелов, применение, но я не понимаю от слов вообще их баланс. К примеру, есть дробовик. Им нужно выстрелить четко два раза, чтобы кого-то минусануть. Что касаемо пистолетиков и винтовочек, других пушек, я их также старался не брать, ибо в большей степени самое профитное это оставаться со штурмовой винтовкой и пистолетом, попутно мониторитом РПГ или снайпу, или даже молот. Ибо остальные пушки, я бы не сказал, что они прям мега удобные. Одно из новых оружий, которое мне реально вкатило, это пулемет, показанный в компании. И темп, и звук, и применение прям вот от души. Остальное я не вкурил, к сожалению. Может это моя личная проблема, но тут я попрошу написать ваше мнение по оружию в комментариях, что понравилось, что нет, и с чем вы бегали, играя в бета-тест. Что касаемо оптимизации, на Xbox Series все было четко. Не проседов, ничего, нормальный графон, кроме, наверное, пожалуй, артефактов. Но это бета, тут как бы все прощается. Единственное, за что я могу высказаться в негативном ключе по поводу оптимизации Хэл, так это по поводу оптимизации этой игры на Xbox One. Если кто-то не знал, по крайней мере, этот тест, да и прошлый тест, как говорят, на восьмом поколении консолей, именно на FAT версии ES, игра идет в 30 FPS. Мультиплеер. Я, если честно, не помню ни одного шутера, который бы игрался в 30 FPS на FAT. И выдавать подобный результат в самом главном эксклюзиве бренда Xbox, ну, как по мне, вообще не очень. Я в игре, если честно, не увидел ничего сногсшибательного, из-за чего на старой консоли был бы такой показатель. Соответственно, почему они не могут там добиться 60 FPS при таком количестве игроков, при таком не супер-мега графоне, но остается загадкой. В любом случае, для 60 FPS можно было что-то урезать, убрать какие-то лужи, ну, может быть, конечно, все исправят, но ругая пока только тест. И при этом, если честно, я не понимаю, насколько будет комфортно играть в мультиплеер всем вместе. Ну, просто представьте, у кого-то 60, у кого-то 120, у кого-то 30. Я, конечно, понимаю, что при таком ТТК еще можно играть, и при таком показателе играли на Xbox 360, если не ошибаюсь, но если это так, то зачем этой игре вообще 120 FPS, ибо, опять же, можно посмотреть на ТТК. В любом случае, такой показатель на FAT меня немножко расстроил. Если говорить, в общем, о Halo Infinite, то хочу сказать, что это довольно хорошая сессионка, которая понравится как и фанатам, так и тем, которые Halo пробуют в первый раз. Кому-то понравится стиль игры, кому-то нет, но, так или иначе, в нее попробуют поиграть многие, ибо она будет просто бесплатной. Если сравнить ее с Колдой, с Батлой, с Титанами, со Сплитгейтом, хочу сказать, что это совершенно разные игры, которые сравнить крайне сложно. Единственное, Halo для меня остается, наверное, все той же игрой, которая не приносит какой-то уникальной фишки шутера, из-за чего бы я просидел в ней очень большое количество времени. Да, есть нововведения, но это не про то, что я имею в виду. Это, знаете, как в Титана мы играем из-за титанов, из-за общую быструю концепцию, в которой мы можем по сенкам побегать. В Батлу мы играем из-за масштабности, из-за чувства войны. В Сплитгейт мы играем из-за порталов, но вот Halo для меня особо не выделилась. Да, там другой ТТК, спартанцы, но опять же, по структуре, не могу сказать, что это что-то нечто грандиозное и нереальное. Поэтому забежать на пару каток, провести несколько вечеров, поиграть с друзьями, да, но как-то целыми днями играть только в нее, пожалуй, я не смогу. В общем, игра оказалась довольно-таки клевой, она мне понравилась, но хочу сказать, что не особо зацепила. Да, прикольно, да, поиграю, когда выйдет, но чтобы как-то с нетерпением ждать, ну, не знаю, наверное, не мое. В общем, как-то так. Это было мое личное мнение по поводу данного теста. Если вам понравился ролик, ставь лайк, подписывайся на канал и не забывай писать свое мнение по этому поводу. Спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok